Продолжаю серию видео по изготовлению модулей и блоков из игры Crossout. В прошлом видео я смоделировал колесо и часть подвески из этой игры, после чего распечатал их на 3d принтере. Видео набрало много просмотров, лайков и комментариев, похоже всем понравился этот проект и теперь аудитория не то что просит, а требует продолжения. Ну что ж, хорошо, раз такое дело будем продолжать. И следующая задача, которая передо мной стала, это разработать раму, которая является также отдельным модулем в игре. В игре присутствует четыре типа рам, которые по сути между собой различаются только размерами. Самая маленькая рама 2х4, после нее следует средняя рама размером 4х4. В каждом элементе рамы установлен мост, к которому по идее должны крепиться колеса, но в игре колеса крепятся где попало. Также присутствуют некоторые элементы подвески, которые по сути являются декоративными, так как работать они здесь не могут ну никак, поэтому и особого смысла их делать я тоже не вижу. Следующая рама 6х4 имеет еще большие размеры, но по сути устроена также. Ну и рама 8х4 это по сути сваренные между собой две рамы 4х4, поэтому расчет ее не берем. Так что получается у нас есть всего три разных элемента рамы, которые мне надо смоделировать. Сам каркас рамы смоделировать было не сложно, а вот мост который должен раздавать в четыре стороны смоделировать было непросто, так как там пришлось рассчитывать, печатать и подгонять шестерни. Ну и еще одна проблема которая возникла это то как крепить колеса к этой раме. Оказывается что в игре модель колеса и рамы просто пересекаются, получается что колесо как бы утапливается в раму, но я то так сделать не могу. А если просто прикрепить колеса сбоку к раме, мы сильно увеличим колею и вид уже будет не тот. Ну и то что колеса могут крепиться где попало, а не там где выходы из мостов тоже не очень радует, я так сделать не могу. Имея все эти нестыковки пришлось выдумывать свой элемент рамы, который должен быть хотя бы немного похож на то что в игре. Ну и решая кучу технических проблем получилось у меня примерно следующее. Я решил сделать элемент рамы 2х4 в который вставлен мост и утапливаются колеса. Остальные элементы я решил сделать пустыми без мостов, с помощью них просто будем регулировать длину рамы. Через все элементы рам будут проходить валы, которые будут передавать вращающий момент от одного моста к другому. На мост сверху будет устанавливаться мотор-редуктор. Идея такая, а что получится посмотрим. Дальше как обычно отправляем модель в слайсер и на печать. Мост напечатался, но не без косяков конечно. Забыл изменить диаметр крепежных отверстий с 4 мм на 3 и последние слои сдвинулись при печати. Но это не критично. Ну а теперь самое сложное это внутренности моста. 4 конические шестерни которые сидят на шестигранных валах. Мост напечатался, но не изменить диаметр крепежных отверстий с аккаунт. Я зубые департаменты 식мор Neighберя для полосы我覺得 так же иначе. Передача конечкостия. Передача конечкости и на кремл. Уже. Во-вторых. Уже. Уже. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...